один со мной будет комментировать алексей здрасте добрый вечер всем да и что же мы видим опять-таки стандартные баны бан у нас идет и от у двора инвокер азив саша должна быть в профит должна для полной картины пройтись по мидерам да ну смотри сейчас будет скорее все соли варщик сейчас возьмет по себе просто лон дуида он на нем на миду ты помнишь если если ты помнишь и как хорошо исполняет да да действительно гиры в прошлую карту действительно он вместе с в рискингом вместе с муром выиграл для своей команды но посмотрим что будет сейчас так не все же все же решать подумать команд фас лосося думать порой полезно особенно в доте да это не очень быстрый лосось получается на самом деле да а все таки лондруида забанили чтобы не взяли и тут же вот тут же профи да ну в принципе я думаю даже если бы забанили дэв профит не было бы очень быстрый лосось получается да может быть лондруида бояться больше не знаю вас можно про то спросит как его контрить так подожди мне нужно немножечко сделать себя потише чуточку буквально шка так я поставлю вот так вот надеюсь меня не станет и не тише стало слышно не но так это умеренно да отлично они даже чуть погромче сделаю потому что сейчас понимаешь у меня такой микрофон что вот если ты стоишь на 90 до 95 допустим я абсолютно не слышно уже замечательно вообще прекрасно ладно давай пройдемся дальше по пикам с дэв профит с бэйном и ли он со своем противоположной команде кстати тенденцию заметил на этом турнире любят убрать саппортов с большим количеством контроля что ли он чтобы залетают вообще постоянно да еще есть венга часто залетает еще постоянно залетает в виде доктор один дизейбл как да ну да но безусловно больше дизейбл слишком много дизейбл не бывает как говорил говорил мой друг хекс никогда не любу ни на каком из героев не кажется лишним особенно на леоне ну да на леоне тем более другого в овечку и все минус 3 минус 3 человека да если ты станом по двоим еще попадешь по троим ну по троим попадаешь станом да но если я сказал еще по двоим то есть помимо основной цели лады баница у нас два хардлейнера тем временем это с darkseer и tight hunter также баница у нас пак против деф-профит странного на самом деле нет но почему он принципе может деф-профит очень и очень сильно накидать потому что она не совсем быстрая не совсем на начальных левелах толстая но и да кстати первым скиллом ручками долго маршет успевает спрятаться отличный перс по моему абадону прямо интересно будет наблюдать как будут играть лососи да на самом деле довольно часто абадона я вижу в исполнении кажется именно фаст лососи или кого же это было исполнение это честно не помню когда я последний раз видел абадона но я на этом турнире довольно его часто вижу да щуточек сбрасывать практически все то отличная контраба и ну да то есть самому абадону не попасть да безусловно то есть какой-нибудь свен под щитком уже на самых ранних лвлах будет весьма и весьма силен а тут на через профит у нас заходит хороший скорее всего это будет хардовый на через профит мы с тобой к смотрели жидкостей они любят в пуш особенно уже всегда приятно да то есть в пуш они умеют и любят посмотрим что же будет были какой-то отдельный контур пуш виде я не знаю нет энчантрас уже нету ну не знаем может быть кто-нибудь реально исполняет на свене а вот это я говорю свинья я хотел сказать кто-нибудь исполняет на чане но ладно у нас лена будет против деф профит стоять не скажу что это будет простой мид для деф профит а в будущем эти два бёрст демыжа в виде лагуна blade плюс finger of death очень и очень сильны и не сейчас у меня почему-то сама активировалась видимо не надо напоминать не верно у нас появляется от легко сменяющихся на самом деле это первый кажется пик верно который я помню на этом турнире и но не сказал бы что это прям такой хороший потому что но с виверно отлично заходит когда много милишников ну да здесь два оранжевика уже есть два оранжевика но на самом деле если кидать на какую-нибудь лину свена сотрет в порошок буквально за секунд это да это так есть у них время у вас лососей подумать над баном кого же не хватает и жидкостям жидкостям не хватает керри и керри это ну я думаю необходимо банить спектру потому что не совсем толстые персонажи исключением ну леона и лина могут очень очень сильно пострадать от спектры во время ее ульты но джаггернаут банится странно на самом деле мне кажется сейчас берут спектру и вообще без проблем или лососе рассчитывают сами спектру быстрее забрать вот хотя у них уже есть свой нет не пойдет а ну да логично но я не знаю на самом деле брудмазер забанили нужен им какой-то сильный хардовик посмотрим кто же сюда вписывается если из таких да кто не забанен входит не забанен но он под свой наплох не забанен бестмастер он вообще всегда хорош кстати да неплохой но еще при столбек но это такое слишком жадный тогда и получается у лососи до бресталбек все-таки нужны артефакты чтобы выживать чтобы плеваться постоянно своими шипами я на самом деле хочу чтобы лососи взяли ивана балонара и просто пошли разваливать как вариант интересно посмотреть некрофос неплохо на самом деле потом фановый пик под драку мне нравится возможно это будет все-таки некрофос саппорт и абандон пойдет в харду если уж таким макаров больше оба дуны некрофос ну да но у микрофис без денег это абсолютно пустая трата одного героя согласен вообще такое да особенно если на самом деле у него есть прекрасная коса которая выключает из героя на полторы минуты из игры да но посмотрим кто же сейчас будет на роль кэри в увлеклосу меняющихся это будет сларк сларк ну не знаю ли он или на да и некрофос в принципе такие герои не располагающие к легкой игре для сларка да то есть если он не сразу будет залетать в тучки не убивать кого-то тут же возможно ему просто в лицо будет прилетать три ульта дальше будут проблемы но если вы 12 fps будет побольше 12 fps он покажет нам настоящую крутую игру на сларке это такое достаточно творческий кэри по моему да в этом я с тобой конечно согласен да потому что его можно абсолютно по-разному использовать но это такой кэри которому не обязателен фарм 15 минут на линии никуда не выходя и так далее ему необходимо быстрые перемещения быстрые киллы какие-то бегать прыгать убивать ну разве что до 6 ему нужна нянечка чтобы он сосал ладно я не хочу только своими острыми зубками это наверное весьма больно но давай пройдемся по пиком я пожалуй начну с кимфа с лососи ли клик у нас на абаддоне вэйл исполняет на некрофосе на свене у нас смур сердечко на лионе у нас будет отыгрывать до систа или на в исполнении солеварщика нас ожидает представишь команду лвж да конечно легко вспоминяющаяся жидкость digidog играет на дэс профит лейкопластырь у нас на лечащий winter виверни формы морд угроза на бэйне зиги марли на начерс профит и 12 fps на самые главные роли на кэри да уже забанил у нас начерс профит спавн маленьких крипов чтобы сложнее было отводить заходит нас кулак из пяти человек в лес легко вспоминяющихся отступают от них эти самые жидкости но без драки у нас сегодня опять-таки по руне каждому из мидеров все совсем неплохо все стандартника я бы сказал даже так ставится в арт линой в мид чтобы видеть дп чтобы видеть если кто-то не приближается у нас по войнам будет так что сларк будет вместе с виверной и бэйном против некрофоса и абадона вот все таки и кстати очень сильная добла и по моему показывали вчера такую из команд или позавчера если честно да 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 некрофос плюс абадон это были у нас бог ты мой кто же у нас это был это у нас были лососи против не скажу и тех кого не против играли они играли ну это лосось если не ошибаюсь показывали тоже да и совсем я уже и забыл есть полет у виверны но что и это даст просто убегает от щи . абадона да вот она включает свой артик бёрн пытается навалить не получается да к слову как я мог забыть об этом даже говорили что пики лососи скоро будут узнавать без без лососи без лососи да что у нас по фарму 82 у свена 62 у сларка пока чувствует себя спокойнее свена но и понятно против него один начис профит вместе с ним у ее кстати да весьма и весьма больно очень опасно хардстопер аура очень неприятная штука всегда напрягает онлайн и сегодня стоял просто против такого микро жутко взбесила просто отвратительно не позавидуя сейчас трипле команды легко вспомнивающейся жидкость да это весьма и весьма неприятная белка это узнаешь если составлять этап неприятных обилок она будет где-то узнаешь ну в топ-5 точно тут это очень здоровая гнилая заноза в твоей заднице но знаешь ли чем почему против нее какой-то из неё можно извлечь плюс то что крипы всегда ближе к твоей башне из-за этой ауры но с другой стороны если не крови не макси то это незначительно какой-то да но для тебя это всегда значительно потому что у тебя здоровье все-таки больше чем у крипов но благо есть в интервью верно которая может похилить в критический момент сварка чтобы лишний раз не разоряться на тангус или фласки но все равно такое ты посмотри как он агрессирует это просто жуть какая-то но чего ему бояться у него есть было бы его абадон щитком не в качалок слова еще пока абадон 2 себе скилл ждет времени то есть если будет нападать но все-таки в качал себе мист койл что у нас по фарму пока догнал ты кисларк у нас мура на свене всего один крип между ними но уже два но тем не менее разница совершенно незначительная устарка за тоже не буду говорить пожалуй что у нас от роман в предыдущей игре весьма нелестно знала отзывался от саппортах которые стоят на линии ничего не делают вот как сейчас ну виверна безусловно но это не такие саппорты вот сейчас бы над вел свою катапульту виверна тогда вот сейчас вот рио она взлетела было одну тычку и не получилось да в тот раз собственно по моему против этой даблы такой шикарно стояли шейкер шейкер и гирокоптер ну по моему там был бы все очевидно лена приходит на топ у нее и право промазала да нет мне кажется она просто по нет ладно и мне казался такой mind games типа я ушла и заходит вот так вот по и вот так вот сложно да тут же она в виду на хосте это делается весьма и весьма быстро я веду перемещение по лайнам и так шестой уровень у лены шестой уровень у дэв профит но приходит фурион и горит мое нет это не те я говорю про другое а по другое что когда там где-то наверное отвелись ну случайно да вот и случайно там тайминги совпадают до 53 53 да посмотрим у нас что по натворством хотя еще рановато судить что у нас миде армии у нас убивают большая помощь своей ульты закрыл нычу с профит длину и сейчас весьма и хороший до момент чтобы начать пушить пока не закончилась ульта у нее еще половина могут они очень сильно подамажить может даже и снести tower но пока дух на самом деле еще мало на прожимается и клиф так у нас песен подружкой на топе данный некрофос чувствует себя просто как дома будет такой дедуля знаешь очень наглый это как твой дурацкий сосед по коммуналке знаешь который постоянно вытирается твоим полотенцем у тебя в ванной а потом еще и щиты под вышку закидывает но это вообще а это его жена которая берет твою посуду на кухне короче буйствует по полной ребята и съедает твой смысл своей добыт но кстати как от и варежением 6 уровня эффективность этой таблые резко снижается потому что сларку не нужен будет хил каша вот заходят его в спину заходят спину бэйн и ничурс профит убивают у нас некрофоса ну наказали да он убивает литву я поддона музыку погромче да дедули уж не так весело продолжим что у нас есть на самом деле лагуна у лимля на их ни разу ей не воспользовалась можно из присыпи думать какой-нибудь ганг да в тот же бот потому что лагуна на первом уровне 450 сносит в арт я думал он пришел помочь да он провязал смог заходить сейчас дэв профит в туза но но вот сейчас нет но сейчас но бэйн то умрет и я буду просто него в лагуна они и мне кажется нужна лагуна именно в дэв профит и не жалейте и но она отпевается ботлом или на тоже открывается ботлом у литвы еще фласка есть целая сейчас то как раз самое время сейчас спорят у продувка сильнее ха ха на такие знаешь две женщины 225 против 320 гулины посильнее но у них все-таки побольше и кулдаун стати да причем сильно побольше в два раза если не ошибаюсь учитывая ну почти учитывая что профитка себе какой-нибудь актарин возьмет и вообще будет как пулемет да да это один из моих излюбленных билдов на дп это когда ты просто действительно те атака с руки вообще не нужна да так не проникса зашел дедуля совершенно не туда но на него кидается щиток но и даже щиток не спасет его и абаддона мне кажется тоже никто не спасает ли нам летела ли на то вот как раз такие не очень вовремя здесь оказалось так умирает у нас виверна остальные разбегаются свен пришел оторвался от своего фарма не очень я думаю да в пяти когда опять хп станет так на злости это мой первый фраг в доте мой мой первый фраг доте кажется ты помнишь его первого первого вообще персонажа это была вина не вот самый первый когда мы играли про с друзьями мне показывали игру варкрафте в третьем это я случайно пикнул шторм спирита и вообще ни хрена не пикнули уже 5 на 5 реальными людьми вот я пикнул как раз таки леона себе и сыграл один 13 единственно сделал на рекимару когда у него оставалось неплохо неплохо стакать себе свен на самом деле вот как только видишь гирокоптер или свена в пике мне кажется просто нужно покупать пачку в синтрики с синтриков или об серверов примерно на минуте 8 и просто ставить их на эншентов никогда не прогадаешь ну да пользу от этого будет точно больше потому что смотри 200 голды своим вывозят по полторы тысячи или две даже с этих 100 очень большой пуст так посмотрим что нас по приметам у сларка пока кроме пт-шек и аквила ничего нет но уже есть 1000 голды возможно это будет какой-нибудь shadow blade пишется щиточек на катапульту но это была обманочка я бадон без своей ульты тут же и умирает насколько была хорошая насколько хорошо чувствовалось связки до вот шестого уровня сларка я сумму нам почувствуется сейчас гладко был на бумаге да забыли про враги как говорится неплохое яфоризм да спасибо это подсмотрены русской озвучки от какой-то студии как они там моск Paradise я заходил Я говорил тебе! Слушай, какой ты проницательный, я прям боюсь. Ищем, на! Вот это был хороший. Вы такие они, ребята, жесткие, знаешь, как люди в черном, прям это, бахаются своих стволов. Убивает у нас некропа Сульта, если не ошибаюсь, Виверн... Нет, не Сульта все-таки, она умерла чуть позже. Фу-ху, 5-мен-тинг-байп. Да. Вытирание пяти мужчин произошло. Ты тоже любишь это выражение? Обожаю вытирание пяти мужчин. Да, итак, по Галде у нас изменились более чем на 2000, на 2200. Действительно, это была Лагуна Блейд, такая, на характере. Первая. Знаешь, он просто посмотрел ему в глаза и такой, мое. Итак, летит Айзерленд с Леону, нет, с Леварщику. Леону похорноватый, ему по Транквиллу долетели. Да, у Леона даже Транквиллов пока что нету. Но опять-таки, мы видим, что делает запирание, что делают спруты с Свеном. Артизи нам всем показал эту дорожечку и все мы по ней весьма охотно идем. Ну, Свеном не теряется и покупает Куэлинг Блейд, кстати. Не, на самом деле у него был Куэлинг Блейд, просто он немножечко не сразу, как бы сказать, сообразил. В такой небольшой расселенности был. Тут же прорезал дерево, но из Spirit Syphon никуда не смог уйти. Ну вот, БКБ в обязательном порядке, наверное, будет покупаться после Санжин Яши. Да. Логического урона много, но приятно все это. Так, ТП-шечка приезжает в Death Prophet. Такой закуп. Да, есть у нее уже Еул. Еул также, скорее всего, будет Лина использовать. В инвизе Виверна. Ждет она, когда придет сюда Лина. Мне кажется, Лина видела, что... Нет, или не видела? Ну... Здесь Вардик стоял, вроде такой, который контрил. Да, мне кажется, она все-таки видела, что... Но ведет себя так, что что-то знает, да. Ну вот сейчас, конечно, единственное. Но она здесь не далеко со Свеном. А инвиз скоро заканчивается у Виверны. Ой, и вот тут, кстати, два персонажа. Да, идет Arctic Burn, идет замедление у Лины. Она должна давать станчик хороший, но нет. Нету продолжения у этой игры. Врубай, твой Варкрай, Свен бежит. Давайте мне их все сюда. Да, первым все-таки он начал себе Сенш делать вместо Яши. Вполне себе вариант. Да, привязывает его сюда здесь Сларк. Он просто сплэшем через крипов его добивает. Вот, опять-таки, немножечко не может вначале сообразить. Секундочку формедления стоило ему жизни. Хотя, возможно, и так умер. Ну, кстати, урона, да, очень много у Профетки. Вряд ли была. Да, там от ульты бы... Ничего. Приезжают знаменитые браты Акробаты. Да, тут же идет отхил, но... Ничего не покажут. Да, ударила все-таки Профетка Абадона, не выдержала, сама заслипалась. Убегает Абадон, как царь, как король. И сейчас должны... А, нет, уже закончилась ульта у Death Prophet. Убегает... Не дали ей. Ну, теперь вытерли это как раз-таки лососей. Да, такая, знаешь, игра Кира Качели начинается. Угу. Очень интересный труд с командой, неравномерно распределенный по карте. Как-то так, это всегда друг другу пытаются поближе. Подраться, подраться. Ну, просто таки, как бы... И у тех, и у других весьма хорошие боевые пики. Почему бы не драться? Это мне нравится намного больше, чем когда в команды встает и фармит там 20 минут. Ну, да. Вот эта речь против Бешрака знаменитая. Эээ... Не знаешь? Это на втором Инте, по-моему, LGD против ДК играли. Угу. И это была полуторачасовая игра. Каспер с Вилатом комментировали, а не просто. Каспер взял, по-моему, камеру на Лича, Вилатом лишь Рака. И вот так они и за ними двумя смотрели. Потому что ничего на карте не происходило. Мда. На самом деле, меня интересовал такой вопрос. Вот, вот, действительно, в таких вот, как называется, китайских матчах бывает ли такое, что, знаешь, ну, минуте к 20-ой 80% крипов умерло именно от героев. То есть не сами они по себе умерли. Раньше такое точно было, особенно с Бёрнингом, знаешь, или там с Блэком. Да, да, да. Эээ... С тем же... Я... Это самая длинная игра, которая в доте была. Тут же идет, к слову, у нас ульта, физгрип на Свена. И Свен разворачивается, дается в него щито... Не щиточек, а... Ну, вот, как раз, что мы и говорили. Свен стирает просто очень-очень сильно. Ай-яй-яй. Успел еще до смерти забить собственного союзника. Сам умер. Бесславно. На самом деле, в него давал, не скоил об аддон. Не помогло, не помогло. Не помогло, надо было еще щиточек еще, если был. А, так вот, я просто говорил, может помнишь Cloud9, я не помню против кого они играли, но тут самая длинная игра в истории представленной доты. СХФЗ, что-то такое. Да, СХФЗ, да-да-да. Артстайл там наказал просто этого анимешника. Энви там, если не ошибаешь, да, на антимаке. Да, верно, Энви. Ну, вот. Там просто как раз-таки тоже Каспер с Вилатом, если не ошибаюсь, комментировали. И просто, когда там на сотой, сто восьмидесятой минуте Энви опять пошел фармить Эншентов, когда у него там 9 слотов. Ну, я не привычу ее 9, у него там 3 еще в курьере было. Тут же идет... Аплечная Кура у каждого, знаешь. Да-да-да-да. То есть у мантимага был рефрешер постоянно в курьере рядом с ним. Не добегает все-таки, не успевает за Бэйном Свен. Погнали за противниками, а Рудчику-то заденай, не заденай. Да, и все-таки Shadow Blade у Сларка, и он проходит прямо в вард. Тот самый вард, но это чисто в стиле Virtus Pro, по-моему, в стиле года. Да. Да. Хм. На самом деле он, вот, ты знаешь, вот он только что был поставлен. Угу. Вот. Да-да-да. Ну, это вообще просто чуйка. Угу. Я чувствую там новый вард, я должен в него зайти. Угу. Ага. Тем временем, опять убивают крипа у Свена, но он опять не реагирует. Среши делать крион с этим. Ой-ой-ой. Так. Ульта, но не получается. Ага. И тут прям сразу с ТП-шки палец. Весьма... Ну, это даже больше похоже, знаешь, на озвучку из фильма Крофи Бетон. так летит сияк и прилетела секс вену посмотрим будет ли это такой же своем как и предыдущий карте но правда это было от легко вспоминяющихся если не ошибаюсь там он именно на скорости так собирался это был муншард ошибочно ошибочно по моему все таки решение ну что бурюза настолько увеличивает дэмэдж вот эти критули что просто забей на прессуне это лошадь они все таки да позже обычно для сына все таки берется этот самый муншард но вот когда у него есть шесть салтов канал просто его проглотит уже как мой шар вообще кому угодно можно взять в игре как раз на 2 плюс часа у всех по моему были а если не ошибаюсь тогда еще не было муншардов да значит ошибаюсь просто нет там дисраптор с рапирой и мамом он победил антимага один на один он просто не дал его никуда и выйти дал по него с этих шторм и просто с руки добил его чё кого 5 рапир валялась все такое очень интересная игра если честно но если я не знаю просто когда я летел из дома сюда на зимних каникулах у меня было 6 часов как раз таки в аэропорту из них три часа я просмотрел эту карту мне понравилось ты такой знаешь смотришь на время а чё так мало да да что там маловато нашла некрофос хочет себе новые дорогие сапожки уже недолго ему осталось около 400 голды да собрала наконец-то и у смакается они с лионом и тут такие два чувака с ударными лутами да опять таки у нас как и в предыдущей карте свэн на первом месте но тут же за ним сразу три героя чужой команды по нетворсом да посмотри по графикам вас лосочки какое-то время выигрывали до двух с половиной тысяч но сейчас все пока что более-менее устаканилось на двух тысячах пользу lvg опять-таки там четыре буквы но звука 3 меня это путает кстати говоря это можно все объяснить чем просто там есть фурион и лица в три персонажа которые сильно формят некрофс так сильно форму у них с уже есть мека арканы и сейчас он умрет от сларка вместе с фуриона хорошая смерть не умрет не умирает а ее и в его если не ошибаюсь дала и время не да не увидим еще 86 секунд в игре фуриона летает этот черепочек до сларка они кстати решил себя гоним собрать некр одет ну такое на самом деле выключение сларка из игры без возможности байбэка ну в перспективе это вполне себе заявочка на снесение как минимум одной стороны но в будущем тем не очень скоро будет у деф-профит актарин корр как скоро через тысячу голды относительно скоро так скажем у нас есть весьма бомжеватая виверна и ищи такой же бомжеватый абадон но кстати оба дону зато все-таки эффективное вложение денег он скупил себе кепку лукей абадонах штука айт фу абадон бэйн бэйн да бэйну часто берут глибер кейпа для того чтобы с сэйвить других из для того чтобы можно было в ульте безнаказанно стоять хороший артефакт особенно когда против тебя играет такие герои как лима ли он или на но и на конечно это будет с агонимом и ей вообще ничего не будет страшно но тем не менее понятно кстати о что забавно по моему лину тоже собирается купить себе либо актарин корр либо блатстоун я никак иначе не могу объяснить появление аркан бутс еще одних да я вижу ну скорее все таки так старин может быть актарин да блин это был стол и его вот когда вот его порезали я его перестал собирать абсолютно это вообще он умер как артефакт да но вот и из-за того что я его перестал собирать я до сих пор его помню как персеверанс плюс soul booster ну кстати таким же образом убили хоскара в новом наполнении да а что еще раньше дальше который да потому что ему в общем переработали его понерфили пассивку теперь максимальный маг резист который она дает но за самый большой отличный стак около 50 процентов но на самом деле мне кажется слишком силен был а тут убивают раз таки парочку ребят но нет это ульта говорю же но нет даже независимости от ульты и так но тем временем пока не дрались с некрофосом и баба доном ребята заходят на 3 и там есть у них волк и у них есть гдс это все кстати это у меня сторона здравствуйте ваша тетя до закрывают свена но он даже через все эти деревья тут же идет ой-ой-ой-ой-ой-ой сейчас свен зарежет место не ошибаюсь не зарезал абсолютно все равно что мог его можно спокойно продать сларк идет искать идет искать мухтар ищи прыжок не пропал а тем временем к слову ну а была небольшая такая ответочка от того что дошли все-таки крипы до т3 по топу у радиантов да я посмотрим сейчас что будет покупать себе лина возможно если бы сейчас это мистик став то это будет так тарин они от блин даггер все-таки видимо не хватает из просто так урона маны нашли на певец рассказ на самом деле очень странно потому что у микро и у абадона есть арканы получается мне уже 3 аркана в команде и ты избыточный по моему возможно но может быть в общем ребятам виднее да криты тем временем это свен через криты кристалис у него и появляется что ты об этом думаешь сон через криты я очень рад вот такой свой меня радует знаешь я люблю когда такой знаешь на мужика я человек простой блин каюсь критую весьма то есть не только необходимо еще одна часть плана такая как бы кб забанила забранила очень и очень она забанного не таким образом да да она попадала она на арктик бёрния виверна залетела и подожди я нажму на альт слушай кажется нет нет но она понимаешь просто это только что вар там чуть-чуть оставалось до того что упала но она палится она спалилась но нет и вот посмотри посмотри просто на этот центре зеленый да я вижу просто сантиметре это настолько вообще а амлак майндгеймс майндгеймс да тем временем смог прожали фаст лососи дай посмотрим что по этим по опыту в нуле 3000 голды в пользу лвж тем не менее в виду убивают виверну сколь из трех ударов с войны практически снял но вот решил не ждать пока она выйдет из своего кокона ли он и просто ударил ее с ульта сосать и и здесь умирать как раз и дэв профит да да на самом деле сейчас собирает mail шторм собирает на час профит также и хекс до хекс он собирает вполне неплохо но вот знаешь про отчаянные времена и отчаянные решения одно из лучших приобретений для у после поеда после пайка еще на 98 секунд 98 секунд и убивают также у нас здесь и на чурс нет сларк убили убивают и на час профита бэйна не убивают слайк но здесь актив бёрн в принципе уверена она не успеет лёгко оставать как мне кажется да она просто умирает похоже на очень неприятное положение жидкости похоже на две буковки начинающийся на г ну такой если разве что ну продолжать а также скупает bkb жичку сларк пытается развалить в ульте у него не получается это сделать так вот я что говорил про отчаянные времена и отчаянные решения про то что один из лучших артефактов когда вы проигрываете вот в такой вот настолько вы проигрываете на фурионе является агадим то есть то есть он заходят к тебе на на хайграунд и ты просто нажимаешь на новочку и какие крипы вы чё ребят не было никаких крипов а их крипу уже не да и да сносится трон ничего не могут противопоставить команда лико вспоменяют все честно не думал что это так закончится да серьезно ожидал трех карт не ожидал приди порядок до довольно быстро у нас получились это серия игр ну что я могу сказать победа и им фаст лососи и команда фаст лососи выходит на финал узоров между прочим хороший нерест да хорошая шутеечка да может займемся немножко аналитикой кто проиграл игру уже ли кто выиграл и фаст лососям акса вот этот такой вопрос что как бы я даже могу сказать как бы по сути никто чего-то прям сверх уровня не показал в этой игре то есть действительно хорошая была игра от обеих команд никто прям так сильный и не сливался вот честно не могу сказать это просто была победа на лососям игру и все так и молчание что призывочек да у меня тоже пошли фрезы мне пожалуй закончу показывать нашим зрителям экран поставлю заставочку алексей ты еще с нами да я с высказать свое мнение как раз по этому вопросу мне кажется что лососим затащил игру их капитан который взял такой пик который ребята хорошо реализовали сразу видно что они знали что делать своими героями то есть два таких жестких ульта хорошая добла и уверенный в себе в себе керри с большим количеством физ дпс да согласен вот именно я хотел краски продолжить свою мысль тем что не было каких-то действительно сливных линий там ну то есть или никто не выигрывал очень сильно никто очень сильно не проигрывал победили фаз лососи и просто из-за того что они у них был четкий план они знали в каждую секунду что они хотят и будут делать именно из-за какой-то общей стратегии вот этому и в макро моменте так то есть они выиграли именно по моему мнению ну что ж а на этом я думаю сегодня мы завершаем но не завершаем до конца потому что нас ждет еще три матча все-таки лузеров это у нас четверть финал лузеров полуфинал лузеров и финал лузеров которые уже определилась одна команда это фаст лососи если мой прогноз будет са то с ними будут играть финале зевский кубу финале лузеров зевса якубовича но посмотрим никто может кто-нибудь их и скинет следующий матч скорее всего скорее всего будет именно от нас это ITVT против nstt 2 аббревиатурки но когда он произойдет сказать затрудняюсь если честно и итак всем спасибо за внимание с вами был дмитрий золотарев и алексей самыгин до новых до новых встреч по ту сторону сетевого кабеля в обувь мощно